Здравствуйте! Это рубрика «Острый репортаж» и с вами ее ведущая Валерия Аман. Сегодня мы поговорим с вами о таком явлении, как глобальное потепление. Что оно из себя представляет? Как с ним бороться? И что делать, если вдруг наступит глобальное потепление? Найти ответы на эти вопросы нам помогут участники форума Дней науки МГИМО. Ну что, поехали? На парах по безопасности жизнедеятельности нас учат, как справляться, если вдруг начнется атомная война, как выживать, что делать и прочее. Но что делать, если вдруг начнется глобальное потепление? Как выжить? Нужно раздеваться, чтобы было прохладно. Я не ослышалась, нужно раздеваться. Нужно раздеваться, да. Возможно, принцип такой же, нужно прижаться к земле. А ты знаешь, что при глобальном потеплении ледники начинают таять и все стекает на землю, то есть очень много воды и как бы наоборот нужно плыть, не прижиматься. Для этого нужно научиться плавать, но для тех, кто не умеет плавать, все-таки придется прижаться, иначе как они вообще будут перемещаться. А ты умеешь плавать? Да, у меня эта способность присутствует. Ну вот Филипп их и научит. Я плохо училась на БЖД. Катя, скажи нам, пожалуйста, если вдруг начнется глобальное потепление, мы утонем или сгорим? Наверное, утонем. Почему ты так думаешь? Ну, потому что некоторые страны просто будут затоплены. Это печально, это очень сильно печально и грустно. Мы хотим что-то делать. Учимся плавать. Мы не утонем и не сгорим, мы будем жить вечно. Вот на этот случай как раз нужно иметь хорошую физическую форму, чтобы можно дольше потом на воде суметь продержаться. А если все растает, то где будут жить пингвинчики? Я думаю, они будут плавать. Вот если все-таки наступит глобальное потепление, да, там все начнет таять и прочее, Сибирь наконец-то превратится в Мальдивы или нет? Если честно, если Сибирь превратится в Мальдивы, то я боюсь представить, что случится с самими Мальдивами. У нас есть к тебе еще один вопрос. Скажи, ты адекватная? Я хочу верить, что да. Я считаю, что я адекватная. А почему я у тебя спросила этот вопрос? Даже не знаю. А кто выкидывал мусор с Эльбруса? Да, мы немного сумасшедшие, но в самом хорошем смысле этого слова люди, потому что мы командой, когда собирались на Эльбрус, мы оттуда спускали мусор и мы вынесли 450 килограммов мусора при Эльбрусе. Это очень круто! Вы большие молодцы! Данил, скажи, а ты смотрел мультик «Ледниковый период»? Безусловно, это один из самых моих любимых мультиков. Я особенно люблю «Белочку». А ты смотрел мультик «Ледниковый период»? Да. Тогда ты помнишь ту Белку. Скажи, пожалуйста, она съест свой орех когда-нибудь или нет? У нее был желудь. Желудь? Это тоже орех? Возможно. Орех – это как мечта. Мечта должна быть у человека, она недостижимая. И ты вечно стремишься к ней, но никогда не достигнешь. Вот и орешек для Белочки – это мечта. Как ты думаешь, она съест свой орех или нет? Нет, если Белка съест свой орех, то больше не будут снимать этот мультик. Сегодня в течение всего дня мы проводили небольшой интерактивчик в нашем инстаграме. И сейчас, как мы и обещали, огласим итоги. Что ж, первый вопрос. А что, если вдруг глобальное потепление наступит? Что с нами будет? Мы утонем или сгорим? Большинство ответили – утонем. Оптимистичные люди, однако. Следующий вопрос. Если все растает, то где же будут жить пингвины? Самый лучший ответ – это у меня в ванной. Если наступит глобальное потепление, то Сибирь превратится в Майами или Гавайи? Большинство выбрали Майами. Неплохо так, неплохо. Особенно, когда ты из Сибири. Следующий вопрос. Съест ли Белка свой орех когда-нибудь? Большинство ответили – нет. К сожалению, это, наверное, останется ее мечтой. Ну а на этом все. Всем огромное спасибо за участие. Смотрите нашу новую рубрику «Острый репортаж». Пока! Субтитры подогнал «Симон»!